Всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я основатель школы плавания SwimRocket и сегодня я расскажу супер крутую тему, о которой вы спрашиваете постоянно в личных сообщениях о том, как увеличить скорость плавания Этот вопрос задается в 99% случаев Сейчас я расскажу вам некую формулу, от которой зависит скорость нашего плавания Итак, что нам нужно? Нам нужно шаг умножить на темп равно скорость Что это значит? Шаг грибка это расстояние, которое вы проплываете за один грибок Называется шаг Чем больше это будет расстояние за один грибок, тем лучше И эти расстояния мы умножаем на темп Если мы шагаем далеко и быстро, то мы быстрее проплывем Если же мы шагаем коротенькими шагами и быстро, мы будем, грубо говоря, буксовать как машины на старте А продвигаться мы не будем Чем длиннее мы будем стараться делать грибок и чем интенсивнее его прорабатывать Соответственно, из-за этого у нас увеличится скорость Самое важное правило Не думайте так, что если вы работаете очень быстро руками, это значит, что вы очень быстро плывете Это заблуждение Мы работаем быстро руками, мы поднимаем себе пульс Но если у нас грибочек очень маленький, очень короткий Мы абсолютно никуда не продвинемся, будем буксовать Простой тест для того, чтобы выявить, какова длина вашего шага Возьмите ваш бассейн, в котором вы плаваете И померьте, сколько грибков вы делаете на бассейн Допустим, с 25-метровым я делаю 12 грибков У вас будет цифра, к примеру, 20 грибков Постарайтесь еще раз проплыть этот бассейн и сделать еще меньше грибков Например, 18 В следующий раз сделайте 16 Чем меньше грибков вы будете в спокойном темпе делать на бассейн, тем лучше наш шаг Соответственно, чем лучше наш шаг, на который мы добавляем темп, тем лучше будет скорость плавания Формула довольно простая Пожалуйста, ее старайтесь, соблюдайте И напишите мне в комментариях, сколько грибков у вас получилось на вашем бассейне Как же нам все-таки увеличить шаг грибка, если вдруг у вас не получается? Во-первых, старайтесь класть руку как можно дальше Но не сильно далеко, чтобы не перекашивать, а как комфортно Не кладите руку около носа Второе, догребайте руку как можно дальше назад Чем длиннее ушла рука назад, тем лучше Ну и третье, старайтесь после каждого грибка держать микропаузу, которая вам поможет схитрить и сэкономить оплатые метры На этом наш выпуск закончен Пожалуйста, напишите мне в комментариях, сколько грибков и на какой дистанции делаете вы Я обязательно прочитаю и скажу, это круто или не круто Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Это был Никита Кислов Всем плавать, пока!